Группа советских геологов будет кольскую сверхглубокую скважину. Внезапно чувствительная аппаратура доносит странные звуки из нетр земли. Ёв вашу мать, сволочи поганые! Уходите! Сейчас пойду, 02, выгнал, и сдались говно. Слышали чащики голоса, они слышали разговоры, там, вой, крики. После этих событий кольскую сверхглубокую назвали дорогу в преисподнюю. Катакомбы Кобяково-городище известны более 2000 лет. Эти подземные лабиринты наполнены древним ужасом. Исторические источники рассказывают, что местные жители приносили человеческие жертвы некой огромной доисторической рептилии. Дракон жил именно в этих подземных пещерах и выползал наверх исключительно за едой. Правда, к началу эпохи просвещения таинственный крокодил сгинул. Академик Рыбаков посвятил этому полумифическому чудовищу целую главу в своей книге «Язычество Древней Руси», ничуть не сомневаясь в правдивости средневековых летописцев. Как бы то ни было, археологи постоянно находят тут загадочные артефакты. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до наших дней. Потому что и по сию пору в Кобяковом городище продолжают исчезать люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok